Первый честный исторический магазин представляет Здравствуйте дорогие мои, с вами Комнатный Рыцарь Все больше людей стремится влиться в стройные ряды мечемашцев А значит это траты на тренировочные снаряжения Тренировочные мечи должны выполнять свои основные функции Бить, быть битыми и жить достаточно долго В данном видео мы проведем небольшой краш-тест от стальной бочки При помощи различных видов тренировочных клинков Сталь, хоть и не каленая, но по толщине, как большинство современных доспехов Первым испытуемым у нас будет меч карлингского типа Так любимый богатыми викингами Меч сделан из стали 65г, закалкой в 50 единиц Как и остальные мечи собственно Все скруглено и не имеет острых углов Удары наносятся по боковой стороне бочки и по отбортовке Удар по ней это по сути удар по 3-х миллиметровой железке На клинке меча после нескольких ударов не имеется зазубрин и вмятин Максимум мелкие царапины, легко убираемые амбразивной губкой Раньше тренировочные клинки были тупо сварены и не очищены железкой с рукоятью Обмотанный пеньковой веревкой Но времена меняются и качество снаряжения должно расти Как видите, на клинке остатки краски от бочки И все, клинок никак не деформировался Далее у нас идет свайхандер Или, если правильно, бихендершверт В руках держать удобно и приятно Ощущается сила, идущая через сталь Швейцары боятся, камфрау уважают Отдача в руки ощущается, но только при неправильной технике удара Я даже немного тормозил клинок, чтобы не снести бочку Если бы не замерзшая вода на дне бочки, я бы ее с первого удара снес Все так же, как и в прошлый раз Геометрия меча не поменялась, а бочки становятся все хуже Следующий меч заставит вас отрастить бороду и биться за спарту Тренировочная фальката показала отличные результаты По уровню повреждений, возможно, превзойдя даже двуручный меч По сути, это античная версия фальшона Обзор на разные виды фальшонов, кстати, тоже будет Решим, что же круче для войны Фальката нещадно крошила персидскую плоть бочки И все так же не имела на себе повреждений Ну а взяв это оружие в руки, я точно решил делать 16 век Гроссмессер! Грубо говоря, большая двуручная сабля Одно лезвие, изогнутая форма клинка Вот это вот все Удары наносить приятно И как-то привычно, будто топором дрова колешь Бочка настрадалась больше всего именно от этого клинка Мессер мне понравился настолько, что я решил проверить его колющие способности На дне бочки была ледяная вода Поэтому даже скругленное острие клинка смогло прорвать стальную плоть Ну и не могли мы не сделать этого Не могли Ну и что ж На этом наш короткий пилотный выпуск окончен Ставь лайк, подпишись на канал и помоги денежкой Если хочешь, чтобы мы лупили что-то круче бочки Например, друг друга А с вами был Комнатный Рыцарь и первый честный исторический магазин Тренируйтесь и становитесь круче А вы Мария Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok